всем привет я что-то с утра еще даже не проснулся вчера на скорую руку даже не на скорую руку можно сказать а смакуя прочитал комментарии некоторые да да я все читаю друзья хоть их там 100 хоть их 10 я стараюсь читать сильно не анализирую конечно но это прям такая штука сегодня будет вот на тесте в общем что еще есть автосалоне 16 регион давайте продемонстрирую но и расскажу вообще что там по комментариям вы понимаете что хейтинг вообще хейтеры это главное топливо для любого креатора хриатора если есть хейтинг у него есть стимул продвигаться дальше если все типа тип-топ хорошо гладко неинтересно так пока будут хейтеры и пока они будут дикими лютыми канал будет развиваться он будет расти если же эти хейтеры отступят то это реально будет ну такое так скажем некоторое забвение и вечная мерзлота для человек который создает видео и так вот чему я рад что действительно блин круто вы же прям налетаете и рубить за какую-то дичь с одной стороны но в то же время я понимаю что и конструктивной критики навалом вот такой виан еще есть в общем на армянских номерах он за 685 может даже и подешевле дадут он для японского рынка кстати посмотрите эту тачку вот кто сейчас грезит и не может представить себе жизнь без такого вена блин вот берите просто даже не жалейте ну и пусть по гендоверенности навряд ли что-то произойдет я уверен что свои годы вы на этой тачке откатаясь я бы себе такую точно взял вот возвращаясь к сегодняшнему авто к сегодняшней презентации вот с утра тоже я там всякие видосики смотрю пока еду на съемки так автомобиль сейчас я зайду потому что я сходу вам тоже также не скажу что это за автомобиль какой он год и так далее в общем это киа сирата ничего нового как вы сами понимаете киа сирата шестнадцатый год ой то есть семнадцатый до семнадцатый год красивая такая все время не успел я на тест взять эту тачку потому что завал был на съемку просто дикий вот и наконец-то вот она у меня на тесте это третье поколение рестайлинг с шнадцатого по двадцатый год выпускалась два владельца пробег восемь шесть тысяч девятьсот два литра а.т. задир актив 150 кобыл как многие до прикалываются стоимость 1 миллион двести девяносто девять ну вы понимаете то есть что стоимость вот в общем два комплекта колес зима лето два комплекта ключей двигатель торопа хорошем идеальном состоянии полностью обслуженные комплектация люкс господа люкс это вам не шуточки какие-то настоящий люкс авто здесь у нас друзья огромное всем спасибо за подписку за комментарии за лайки за то что вы поддерживаете эту штуку мне очень приятно давайте развиваться дальше в общем какой ключ от него закрываем так мы и открываем здесь для багажника все складывается раскладывается видите все круто да устраивайтесь поудобнее будет тест и обзор я вам все покажу расскажу прям покатаем откатаем эту тачку как следует сегодня даже в осенне весенних я выскочил видите аж носочки виднеются как широко открываются двери слушайте вы посмотрите на эту штуку это прям круто действительно двухцветный салон вас встречает такие благородные нотки здесь расставлены очень даже неплохо и конечно же богатая азиатская комплектация этим и берут kia собственно говоря вы же за этим здесь о как седушку подняли высоко тун-тун-тун-тун-тун и запускаем бабах все произошло проверка системы все дела все классно все работает настроена и сидушки вниз опустили мы вниз так классно топливо у нас есть немножко покатаемся на ней сирата сирата ну-ка дворники куда все нормально думаю не в разношерстную тему пойдут здесь все окей так вот что я хочу сказать по поводу еще и там такие прикольные моменты в том что пока некоторые так скажем зрители пишут вот такое я уже говорил ранее в этом видео это будет поддерживаться далее включу тоже это будет поддерживаться в любом случае но рано или поздно каждый наиграется своей игрушкой и просто перерастет и она станет ему неинтересно это тоже все принципе нормально ситуация как и обычного человека с этим с этим происходит порой как-то даже какое-то невероятное и это нормально тоже не нужно воспринимать в штыки как-то расстраиваться по этому поводу но классно пишут что когда типа такого рода комментарий ты там в тачках не разбираешься ты че снимаешь упоротый ублюдок да ты кретин да ты вонючка но это блин это были как ты и ободряет и в то же время вот прям держит тебя на одной струне это классно это прям здорово я не знаю это странно конечно звучит но многие же вы знаете вот как плохо когда такого рода комментарии допустим человек который создает видео воспринимает вот прям очень близко к сердцу и это скажем не может их как-то разбавить вот в этом океане безразличия когда нет рядом человек который тебя поддержит выслушает и поймет так наверное самое страшное когда ты сам в этом котле варишься и когда ты думаешь блин а может я на самом деле такой ублюдок такой кретин там такой дурак там и ничего не соображая может это все эти комментарии все правда вот когда начинает загоняться заморачиваться вот тогда это самое наверно плохое по моему мнению вот а так принципе окей в общем давайте не будем затрагивать эту тему каждый себя решит что он хочет что он не хочет до 2 литра 150 кобыл ну было дело да и задирой и то есть люди намучились уже с этой темой все форумы и списали прописали зашили прошили потому что она реально это было не смешно качок так катал 50 70 тысяч километров и сталкивался с такой проблемой это было просто катастрофическая ситуация люди были в ярости что это такое киа типа я взял хорошую тачку себе я не могу на ней нормально откатать поездить сласть ну вот было такое ну а что куда деваться например многие злые компании у даже премиум брендов решали эту проблему ну тут вот так скажем они присели на задиры ну куда деваться вот они так скажем можно сказать даже какой-то малой кровью обошлись потому что если бы было что-то более глобальное допустим я не знаю ну типа там разрушение блока или же выход из строя каких-то узлов и компонентов которые прямо будет влиять это дело на безопасность или не дай бог там опасность возгорания или что-то еще но это прям вообще наверно протрубили бы на весь мир и не знаю тут пока еще вот как бы но немного чуть-чуть как-то мягко это все прошло в таком снежном коме когда у тебя ну то есть ты качестве у тебя все мягко я считаю что тоже вот у киа у хенда это все дело как-то вот немножко мягенько прошло в любом случае так что дальше я думаю что все будет хорошо и особо переживать не стоит у них есть турбомоторы у них есть объемные моторы атмосферные которые тоже тащат эти киа и хенда нормально сейчас вот я думаю бренд раскроется genesis и мы увидим насколько хороший потенциал заложен в эти автомобили ну и в дальнейшем дальнейшем я считаю что прям бренд с большим потенциалом поживем и видим всегда давайте сейчас немножко прогрелась потихонечку выезжаем 6 диапазонный автомат здесь датчики парковки сейчас максимально близко мы припарковали реверс драйв здесь у нас причиной отключение плюс и минус нейтралька реверс шифр блок здесь датчики парковки отключения системы драйв вот такая спорт режим есть все реверс драйв потихонечку давайте поехали жалко что у этого автомобиля не было версия ну типа как знаете кросс версии когда у вас немножко там приподнятая все подвеска другая пластиковый какой-нибудь защитный обвес там другие штуки ну как-то обошли стороной типа как x-line на рио обошли стороной инженеры эту модельку видимо и так все хорошо когда все хорошо принципе никто наверное не жалуется класс автомобилей обязывает к тому что как бы я вижу любить эту тачку почему потому что все чаще и чаще допустим вижу именно эту модельку на красивых дисках каких-то что-то еще там то есть люди особо не жалеют потому что 19 катки поставить и прям наслаждаться максимально максимально четко получаю удовольствие от этого автомобиля что-то еще нам допиливают еще это прям здорово это здорово это благотворно влияет на единиц автомобилем и на душевную составляющую автомобилиста это классно знаете в свое время киев свершили большой такой поворот в сторону хорошего движения начала вот прям новой эпохи эры кия еще будем поучаствовать в каких-нибудь спортивных соревнованиях типа ралли рейдов либо живут прям максимально пристраститься к миру автоспорта я думаю фанатов станет прям гораздо больше гораздо интереснее будет дальше реализовывать свои автомобили потенциальным клиентам потому что это самая спортивная составляющая скажет громче чем какие-то рекламные слоганы они же в рекламу очень хорошо вкладываются по всему миру в этом отпадет необходимость вот вы не задумывались почему бренд ламборгини вообще не рекламируется по всему миру почему херрари тоже стороной держится а покупают их будь здоров то есть там единичные экземпляры за космические суммы уходят они в рекламе не нуждаются но это массовый бренд понятное дело это несопоставимые вещи но в то же время как по мне так гармоничный баланс он должен соблюдаться во всем если уж тебе этого не надо значит это сто процентов тебе не надо они так типа давай попробуем может что-то получится это тоже конечно хорошо но как по мне громкое имя скажет больше чем допустим те же самые фанаты там или какие-то прям супер заслуги у этого автомобиля я вижу эту ситуацию вот таким образом и она мне как-то даже то чтобы импонирует но она мне видится более правильно нежели чем вот тот вариант первый который я озвучил как-то так а вот прям шумки действительно не хватает в этом автомобиле вот как бы я не хотел сказать что она нормальная но нет я не скажу что нормальная шумки у действительно не хватает если уж как-то конструктивно подходить к этому автомобилю шумочку не завезли ароматно опускается вне стекла таким образом даже вот такой непривычный для вас ракурс я возьму чтобы полное восприятие автомобиля увеличилось у вас в геометрической прогрессии как-то так какой-то супер бомбическая динамика конечно 2 литра 150 коней на переднем приводе на этом автомате но вы не получите вот смотрите даже она это вот спокойно едет если сравнивать по ощущениям он более эластичный двигатель ну я не знаю с чем сравнить но с хондой civic наверное автоматика 318 140к был вот что-то там 10 секунд достойно едет на механике за 9 секунд на прошивке 159 там полторы секунды может две на нормальных шинах с нормальным водителем вы выиграете и все больше особо прям дико кошмарится на этой тачке не получится то есть вы там будете выкручиваться как-то ехать но ураганной динамики не ждите от этой тачки это факт однозначный факт если допустим сравнивать с короллы в сопоставимых комплектациях там конечно все будет ну скажем немножко скудновато потому что здесь ну прямо максимально они дают то что уже прям в бизнес моделях есть и у вас вот такой среднестатистический седан эконом-класса располагает такими опциями которые блин щеголяют на представительских авто и допустим королла такого не предложит там строгий гольф тоже или типа как какой-нибудь хонда цивик такие тоже вещи не предлагает и вы должны прекрасно это понимать что здесь прям опции накидали при том получается вы даже взяли по такой стоимости ну прям дешево очень дешево так что радуйтесь что у нас есть такие автомобили потому что иначе кто как не киа такое предложит но с одной стороны волю он такое же не предложит такой стоимости так что нормально сомневаюсь что вы возьмете какой-нибудь там альтернативный вариант в качестве киа пиканта до максимальной комплектации нет конечно что чувствуется автомобиль широкий достаточно но не то чтобы широкий а он действительно широкий вот чувствуешь габариты неплохо но в то же время вот как бы острая управляемость хочется чтобы была острая управляемость но она растворяется я не знаю она есть но не острая это вот как бы средняя статистика опять-таки выходит на поле боя так вот в отсечку крути там уходит средний оборот это поддерживай тут атмосфера она линейна то есть нет никакого особого подхвата но мотор орёт как бы кричит вопиющее зло видимо тянет он во все раньше ничего себе раньше надеюсь что на нормальном состоянии ничего такого выпьющего в плане динамики вы не получаете как-то так ну и низкая посадка да никак как на honda civic на honda jazz honda jade возможно но такая же низкая посадка у вас ухты как она прямо старается знаете вот это самое главное есть даже подрулевые лепестки переключения передач есть вот спорт мотив такой есть где-то конечно и просядет в плане там ну вы понимаете чего да она не такая культовая тачка в то же время ничего плохого я здесь не увидел есть за что полюбить друзья огромное спасибо за подписку с комментарии за лайки самое главное что вы поддерживаете канал всем я признателен но с другой стороны они бы сюда не поставили понятное дело 3 литра там какие-нибудь 250 к бешеных потому что это бы все разорвало в клочья тут как минимум потребовался бы полный привод а это уже типа какие-то gti r-версии там trd какие-нибудь такого как бы не бывает спорт подразделения нужно бы конечно чтобы спорт подразделения было у киа потому что люди хотят заряженной версии они просто какие-то джетти видеть в пакеты какие-то джетела ими и тому подобное нужно прям реально заряженные авто либо же возможность дайте людям чтобы они немножко чипанулись как на ваге ну как то да да молодежь я думаю будет довольно динамики достаточно чтобы прям поездить нормально там за приоры будете держаться так хорошо за грантой тоже удержитесь на трассе если у них там режима форсажа не включится когда впрыск воды в цилиндры пойдет кратковременный как на самолетах я думаю все нормально будет ничего страшного не будет ну и масса конечно здесь чувствуется масса этого автомобиля потому что она широкая она все-таки большая понятное дело что некие корис да но все же автомобиль такого класса он требует навыка вождения давайте-ка еще немножко попробуем ускориться это часть вот он прям пытается выкручивать честно крутит автомат прям нормально так ну я бы сказал даже очень даже правдиво ситуация хорошая вот удивительно на парковке допустим руль не особо такой острый как я сейчас заметил а когда ты входишь в повороты на большой скорости и вообще когда маневрируешь на большой скорости как будто здесь переменное рулевое управление как стоит с переменным усилием интересная штука сейчас только подметил но так неплохо да ускорения порой даются очень легко этому автомобилю чему способствует в принципе все все что здесь есть это способствует хорошим бодрым ускорением на этой тачке классно и подвес конечно еще живая здесь спереди макс сзади на крычажке стоит классическая схема ничего нового не придумывали на тот момент да и все это слагаем на успеха как по мне это минимум все абсолютно предсказуемо и в штатных режимах работает классная kia kia serato обалденная тачка мне понравился наверное я бы поставил за счет этого всего богатства за счет того что он классно рулится на 9 из 10 это точно по десятибалльной шкале прям жирный лайкосик всем огромное спасибо за просмотр берегите себя всем хорошего настроения подписывайтесь на канал огромного вам везения и приятных покупок друзья а